Здравствуйте, добро пожаловать на наши еженедельные уроки. Наша недельная глава – Балак. Чтобы не было путаницы, я хочу сразу познакомить наших слушателей с главными действующими лицами, потому что у них имена похожие. На самом деле, три главных действующих лица в недельной главе, не считая концовки, это Балак, Белам, ну и Беламова ослица, о которой мы мало будем сегодня говорить, но Балак и Белам, просто похожие имена, некоторые даже обращают на это внимание, недельная глава называется Балак, Балак он был царем Маава, и евреи проходили по дороге в Израиль, еврейский народ должен был пройти, и поэтому они испугались, просто на них нашел страшный страх, и Балак принимает всякие решения от начала недельной главы, Белам, на самом деле Белам, он чаще упоминается в недельной главе, и Белам, собственно говоря, главное действующее лицо, хоть и глава Невчизнему назвали, Невчизнему назвали. Белам, он был пророком, это был последний пророк, который не был евреем. Наши мудрецы говорят, что он был на уровне Моиши Робейна, потому что в конце тора написано, что среди евреев не было такого пророка, как Моиша, среди неевреев был, значит, Белам это нееврейский пророк, и большинство главы посвящено вот этому диалогу Балака, то есть царь Балак. И Белам, вот этот пророк, который должен был проклясть еврейский народ, и вместо этого он благословил. Значит, начнем с Балака. Дельная глава начинается. «И видел Балак, сын Сиппора, все, что сделал Израиль Эмони». Так не написано, что он был царем. Интересно, потом, чуть-чуть позже, написано, что Моев испугался, и потом тора нам считает нужным сказать, что, кстати, Балак, он был царем. Почему же нам сразу не сказали? Надо было, когда представляют его, что... И увидел Балак царь Моевитянский. Комментарии говорят, что на самом деле он не был царем. Начальный день, когда он еще не был царем, он посоветовал своему народу, что надо что-то делать. Ребята, слушайте, ребята, надо предпринимать какие-то меры. Евреи сейчас придут. Кто его знает, что будет. Поскольку он пришел с таким замечательным планом, вот тогда его избрали царем. И поэтому, лишь только потом говорит Тора, что Балак, сын Сиппора, был царем Моевитянским. То есть он стал... Вот после этого он был царем Моевитянским. Ирбхайм Соловейчик, он интересно показывает на этом примере, что очень часто многие люди поднимались и даже становились чуть ли не царями на почве антисемитизма. То есть Балак, он был простым Моевитянином, но когда он пришел с таким планом, как уничтожить и спастись от евреев, вдруг его... Ну, такая хорошая идея, он становится главой народа. Ирбхайм Бриски приводит... Ирбхайм Бриски, кстати, он жил в начале 20 века, то есть он не дожил до Второй мировой войны, и много чего он не видел. Но за историю, всемирную историю, очень часто в разных странах, когда люди на почве антисемитизма поднимались, делали себе карьеру и так далее, так интересно, что в самое начало недельной главы уже на это есть намек. В этой фразе, очень интересная фраза, что Балак сенсипору, он увидел все, что сделал Израил и Мария. То, что он увидел, что привело его в панику. Теперь есть очень интересная параллель, проводится, если мы... Есть другая недельная глава, которая тоже названа в честь кого-то, причем тоже не в честь еврея. Есть недельная глава Итро. Недельная глава Итро, мы несколько месяцев назад ее читали. Итро тоже, начинается недельная глава, очень похоже. И услышал Итро, жрец Мегианский, тесть Моиша, во всем, что сделал Бог для Моиши и для Израиля. И там, и там Израиль, кстати, фигурирует. Но какая разница? Балак, он увидел все, что сделал Израиль Амареем, а Итро, он услышал, что сделал Бог для Израиля. На самом деле, ведь события и там, и там были похожи. Недельная глава Итро подразумевается, что там Итро услышал. Он услышал войну евреев с Амалеком. Комментарии говорят, он услышал, как евреи воевали с Амалеком. Но Итро, когда он услышал про войну евреев с Амалекитянами, он в этом услышал, что сделал Бог для евреев. Как Бог спас евреев. То есть он слушал новости, но воспринимал их правильно. Он не слушал, вот евреи победили, евреи нанесли удар, евреи, вот евреи, Израиль, Израиль. Итро услышал, что обо всем, что сделал Бог для Моиши и для Израиля. В отличие от этого, наш герой Балак, он вообще про Бога ничего не увидел. Он не видел, не слышал. Он видел то, что перед ним. Он видел, как Израиль победил Амареев. Так в реальной жизни очень часто тоже, опять-таки, может, если вы хотите играть слов с Израиль, можно перевести это на Израиль, или вы хотите говорить, что это наш народ, или это страна Израиль. В любом случае, очень часто, в реальной жизни, когда люди, когда мы все смотрим новости, слушаем новости, вот случилось это, случилось это, особенно когда это касается евреев. Можно по-разному воспринимать эти новости. Можно воспринимать новости, что вот Израиль нанес удар, разбомбил, особенно если есть книги написаны про историю государства Израиль, вот Израиль, Израиль. И можно, с другой стороны, всю ту же самую историю, рассказать, смотрите, как Бог помог нам, смотрите, как Бог создал это, смотрите, как Бог здесь сделал. И та же самая история, те же самые сложения, те же самые удачи, те же самые, может быть, победы, не победы, но ту же самую историю можно воспринимать глазами Балака, это наша недельная глава, и можно воспринимать глазами Итро. Опять-таки, я не хотел из этого делать главную тему урока, но когда мы сейчас в мире, И особенно сейчас все ждут, не дождутся, когда приедут в Израиль, соберутся. Американский президент, этот президент. Все ждут, вот Израиль должен поступить так, вот Америка должна помочь нам здесь. Вот мы, а вот... Опять-таки можно смотреть на это, что Израиль, 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 вот евреи. А можно это смотреть, что давайте посмотрим, как Бог нам поможет. Бог много лет евреям помогал. Между прочим, символ демократической партии Соединенных Штатов Америки, это осел. Если вы хотите связь с нашей недельной главой, то если вы хотите, мы про ослама говорить не будем. Но смотреть на это, вы можете смотреть новости, вы можете заранее уже передачить, что будет обсуждаться, как будет обсуждаться, как Израиль будет себя вести, кто будет главой Израиля, какие будут выборы. И можно много времени тратить, и можно обсуждать, как и что, и как хорошо. А можно посмотреть, в бесконечном итоге все равно Всевышний будет делать то для евреев, что для нас даст Богу это хорошо. И вместо того, чтобы время тратить на пустые разговоры, может быть, лучше было бы получить Тору и помолиться действительно, чтобы не Всевышний сделал, как сделал Итро. И Тро, после того, как он услышал последние новости, что сделал Бог для Израиля, так он примкнул действительно к евреям и принял иудаизм. В отличие от Балака, который услышал, что сделал Израиль, он наоборот запаниковал. В конечном итоге ничего ни для Балака, ни для Белама, в конечном итоге ничего из этого хорошего не получилось. Если мы продолжим, кстати, если мы говорим про Израиль как государство, еврейский народ, то же в этой недельной главе, в пророчествах Белама. Есть очень много классических фраз, которые, кстати, очень часто упоминаются, хоть вроде бы это Беламские пророчества, не Моисеевские, но очень многие из его пророчеств стали как бы чуть-чуть не крылатыми словами. И одна из этих фраз, которая очень часто упоминается, что почти в самом начале своего пророчества, это девятый пасуг, он говорит, с вершины скал вижу, там написано, вот народ отдельно живет и между народами не числится. То есть, когда он описывает, что еврейский народ, это народ, который отдельно живет и между народами не числится. Интересно Медрэш. Медрэш говорит, что когда Всевышний, после Бавилонской башни, когда все народы разошлись, и надо же говорить, что у Всевышнего было 70 ангелов, и каждый ангел стал заведовать каким-то народом. Это было времена в Бавилонской башне, и стало 70 народов. Теперь евреев как народов тогда еще не было. Даже самые ранние вы хотите начать еврейское исчисление с Авраама, с Ицлака, с Якова, но во время Бавилонской башни евреев точно как народа не было. Кстати, Ишмаэля, то есть арабов тоже еще не было, и Эйсова тоже не было. Это тоже интересный момент. Мы сейчас будем про евреев говорить. И везде в классических комментариях, везде упоминают то, что есть 70 основных народов, хотя даже в организации международных наций, там более 100, почти 200 стран, но есть как бы 70 основных народов. Многие, кстати, из них уже, скорее всего, стерты с лица земли. Мы даже не знаем, в наше время или они существуют. Но Всевышний разбил, если так можно сказать, мир на 70 основных народов. И каждый народ получил своего ангела, которым этим народом заведует. Замечательно. Евреи – это не один из 70 народов. Евреи, они были созданы как народ значительно позже. И есть даже мнение, что у евреев нет как бы ангела-покровителя. Евреи, они напрямую со Всевышним общаются. У них были пророки, у них был храм. Но у евреев нет вот этого ангела. Есть некоторые говорят, что, может быть, ангел Михоил, это как бы еврейский ангел, если так можно сказать. Но некоторые говорят, нет. У них нет, они не входят в счет. То есть они не часть этой организации объединенных наций, если вы хотите так сказать. И то ли это написано, что вот народ отдельно, и среди народов он не числится. И комментарии говорят, это и спасение еврейского народа. Поскольку он среди народов не числится, поскольку они живут отдельно, поэтому он находится. То, что Белам говорит, что вот я увидел, что живет народ. Если евреи хотят спастись и выжить, они должны не быть среди народов. То есть если, к сожалению, вся история еврейского народа и в Германии, и во Франции, и во всех странах, где евреи не жили, когда они жили в гетто, как это не было плохо, но более-менее они там жили, существовали. Как только евреи начинали пытаться стать, влиться, стать как все остальные, знаменитые слова немецких евреев, которые говорили, что надо быть евреем дома и немцем на улице. И все мы знаем, к чему это, к сожалению, привело. Так на самом деле, в Торе, причем словами нееврейского пророка, это уже написано, что еврейский народ, он должен не числиться среди других народов, и тогда у него есть возможность на существование. Вернемся к нашему Балаку. Балак, он паникует. И он, кстати, комментарии говорят, ему на самом деле можно было понять, потому что действительно евреи на него нападали. И он боялся, что они нападут. И Балак вызывает на помощь вот этого пророка. Значит, царь Балак вызывает Белама. Некоторые тоже говорят, что если он вызвал пророка, надо было попросить, чтобы ему дали Браку у евреев, как общепринято. Если какой-то еврея проблемы, он молится, он идет к садику, к садику идут попросить Браку благословения. По идее, надо было пойти к Беламу и попросить дай Браку благословения нашему народу, чтобы нас этого не коснулось. Много чего может произойти. Евреи обойдут, евреи не договорятся с нами, евреи передумают. Дай нам Браку, чтобы все было хорошо. Но не то, что Балак попросил, Балак попросил, давай, надо проклясть еврейский народ, чтобы им было плохо. Ему даже не так было важно, чтобы нам было хорошо. Главное, чтобы им было плохо. Тоже, кстати, знаменитые воспоминания конца Второй мировой войны, когда в 44-м году, начале 45-м, приводятся исторические факты, что когда у немцев, а немцы уже отступали, и там были иногда вопросы, куда нужна была железная дорога. Были ситуации, когда немецкое правительство принимало решение, что важнее евреев на этими поездами отвозить в концлагеря, чем на этой же железной дороге посылать помощь на фронт. Это зафиксированы эти моменты, когда для них было важнее уничтожить евреев, чем самим победить. Это ненависть. Такое бывает очень часто, к сожалению, когда настолько ненависть этих антисемитов против евреев, они даже забывают, вместо того, чтобы просить, чтобы им было хорошо, то, что Балак, Балак, он хотел проклясть, именно проклясть еврейский народ. Слава Богу, у него это не удалось. Но интересно, сегодня все плохое, плохое, Балак плохое, проклинает, нехороший, нехороший герой. Интересно, что у него тоже было что-то хорошее. Казалось бы, Балак, что-то у него было положительное, он в недельной главе принес жертвоприношение. Из-за чего он их принес? И те была такая, что они хотят попросить Всевышнего, чтобы он проклял еврейский народ. И со Всевышним, я так можно сказать, немножко грубо, можно договориться. Так Балак приносит же это приношение. Он приносит там животных на горах. И таким образом он хотел договориться со Всевышним. У него это не получилось. А Шегавейш, до него уже евреи, Абрам принес это приношение и так далее. Но Балак принес это приношение Всевышнему. И мудрецы говорят, что поскольку у него есть заслуга, опять же заслуга, он принес их, чтобы уничтожить еврейский народ, но он сделал что-то положительное. Он принес это приношение Всевышнему, завязывая животных, он за них заплатил. И несмотря на то, что оно было сделано не во имя небес, оно было из корыстых целей, у него есть заслуга. И поэтому его прапраправнучка это была Руд. Руд, мы не так давно в шаббот, чуть больше месяца назад читали про Руд. Руд это основоположница царского царя Давида, вот этого рода, из которого потом прошел Машех. Руд это прапраправнучка вот этого мавитянского царя Балака. Опять-таки, Балак, ничего с ним хорошего не случилось. Но у него была какая-то заслуга, и эта заслуга не пропала. Его прапраправнучка стала действительно прабабушкой еврейского Машеха, царя Давида. Более того, немножко лет спустя, если вы посмотрите в книгу Шейфтим, это книга Судей, третья глава книга Судей. Значит, это эпоха после уже, когда евреи завоевали страну Израиля, и эпоха Яшуа закончилась, и вот эпоха Судей. И там, если так грубо говорить, евреи себя вели плохо, Всевышний посылал разные народы, потом евреи раскаются, Всевышний давал на спасение, потом евреи опять себя вели плохо, и так далее. И приводится в третьей главе, приводится, что евреи грешили, поэтому на них напал Сарь Маав, его звали Эглон, и они восемнадцать лет ему служили, и потом Всевышний посылал им спасение. Там был еврей, его звали Эгут, и Эгут, интересно, там интересный момент, он был левша, он был левша, и обычно правша свой меч несет на левом, на левом бедре, то есть он правой рукой должен выхватить меч. Поскольку Эгут был левша, он спрятал меч с другой стороны, то есть люди не поняли, что там у него меч, он смог спрятать кинжал там, и он пришел к этому царю, мавитянскому царю с подарком. Он принес подарок от еврейского народа, причем там много людей пришло, привели, неси ему подарок от еврейского народа и так далее. И потом он попросил, что ему надо лично обговорить что-то с царем. Опять-таки там, где должен быть меч, ничего не было, все замечательно. Его впустили к царю, и он попросил, что вы знаете, нам надо наедине остаться, мне надо что-то очень важно сказать царю, надо так надо, все вышли из комнаты, и он говорит царю, у меня для тебя от всевышнего послание, у меня слова божьи для тебя. и когда он это сказал, этот моавитянский царь, он встал. Значит, если сейчас с ним, получается, будет говорить пророк, мы говорим про моавитянский царь, который поработил еврейский народ, 18 лет, о ком мы говорим, но даже он, когда к нему приходят евреи и говорит, что у меня для тебя от Бога послание от Бога, он встал. Теперь, поскольку он был очень толстый, ему было очень тяжело встать, и он, когда он вставал, облокотился и начал вставать, Игут подошел и неожиданно зарезал его, потому что он выхватил нож не с той стороны, он воткнул нож и убежал. Он закрыл за собой дверь, он убежал, стража думала, что царь у нас говорили, куда царь пешком ходил, правильно? Они подумают, что, наверное, царь закрыл за собой дверь, потому что он находится в помещении, куда царь пешком ходил и стража его не трогала, потом, когда стража поняла, что надо войти, они увидели, что царь погиб, в это время Игут уже был далеко и евреи напали и победили. Говорят, мудрецы, каким плохим этот царь Эглон Маовитянский не был, но когда он услышал, что Всевышний хочет разговаривать через посланника, он встал. Значит, у него есть тоже заслуга? Так, он тоже был прадедушкой вот этой рукой. То есть, Балак, нашей недельной главе, он был очень нехорош, давайте так, по-простому сказать, но у него была маленькая заслуга. Его праправнуком был Эглон, царь Маовитянский, который тоже порабощал евреев. Когда мы говорим порабощали, там не просто так, знаете, они должны были вошлину платить. Но у него тоже была заслуга, что все-таки вот он, когда услышал имя Бога, он встал, и поэтому их не потомок царь Давид. Их не потомок царь Давид, то есть, их не потомок был Ру, и потом у них был потомок царь Давид. Царь Давид, он говорил Таилим, он начал строительство храма, в котором приносили жертвоприношение. То есть, даже такие очень нехорошие люди, но что бы они хорошие не сделали, Всевышний за все должен заплатить, отблагодарить, если можно сказать. И поэтому ихние потомки, они удостоились все-таки чему-то положительному. Опять-таки, сами они, все эти люди, они были, конечно, наказаны и так далее, но что-то хорошее у них было, это хорошее ничего не пропало. Тем более, иногда бывает ситуация, когда хорошие люди, хорошие евреи, бывает ситуация, когда человек думает, делать, не делать, такая мелочь, вроде какой-то мелочи, и вообще, кто я такой, но кому это надо, да, очень часто человек, базный пример бывает, человек у старшего, ему не хочет молиться, он не хочет что-то делать, даже очень негативные люди, даже когда они делают это совершенно не из благих намерений, но Всевышний даже за это платил. то есть, иногда тоже бывает ситуация, когда человек, получая какую-то постороннюю, какой-то посторонний, какой-то посторонний выигрыш, ему за это платят. Бывает такое, есть такой момент, когда человек или получает какую-то выгоду, или ему что-то платят, или он, давайте скажем так, не только ради Бога, иногда бывает в синагоге, например, в синагоге 9 человек, только если кого-то, чтобы кого-то попросили прийти. Десятый, мы тебя отблагодарим. Так, опять-таки, лучше, конечно, делать все эти митцвы не за деньги и так далее, но даже те митцвы, которые мы делаем и со своих личных причин, все равно даже это считается митцвой. Конечно, мы должны стремиться, мы не хотим, чтобы только наши правнуки были хорошими, мы тоже хотим быть хорошими, но человек должен понимать, что даже когда кто-то делает митцву не только ради Всевышнего, не надо стесняться, лучше все равно ее сделать. Интересно, что когда речь идет о правнуках, о внуках, теперь уже перейдем к Беламу. Мы уже о царе Балаке, о царе Балаке много сказали. Пророк Белам говорит интересную вещь. В своем пророчестве он говорит, немножко позже уже к концу своего пророчества, он говорит, что я хочу умереть хорошей смертью. Очень интересная фраза, он говорит, что он хочет умереть тому снавшимос и шорем. Он хочет умереть хорошей смертью, чтобы у него было продолжение. Всевышний молится, что он хочет еврейскую смерть, если так можно сказать. Он не был евреем, в отличие от Тетро, он не собирался принимать иудаизм, наоборот, он совершенно не собирался. Но он хотел, чтобы конец, как говорится, что умереть он все-таки хотел, он хотел, да, умереть как еврей. Есть интересный момент, что жить он хотел, как ему вздумалось, но умереть. Вот такая шутка, что если кто-то сказал, что, знаете, если я погибну, считайте меня комсомольцами или коммунистами. Ну что если ты не погибнешь? Ну если нет, так нет. Так люди иногда бывают такое, что люди хотят жить, как им вздумается. Ну вот когда делал другое дело, знаете, когда после 120, да, это уже все хотят. Более того, он хотел, чтобы у него были хорошие продолжения. В комментариях говорит, что Сипурна, Сипурна объясняет, что продолжение имеется в виду, чтобы у него были хорошие дети, хорошие внуки. Сам он ничего не собирался делать. Но вот внуки, внуки, правнуки, это да, это, конечно, хорошо. Но ничего не получилось, интересно. В отличие от Балака, надо не путать, Балак, хоть он не таким садиком был, но все-таки у него праправнучка была Руд. А Белам, пророк, хоть он даже и попросил, у него ничего не было. Интересно, есть Мишна, в Талмуде есть разные Мишны, и есть Мишна в Стратате Санедрин, которая говорит, что у всех евреев есть место в будущем мире. Большая тема, что такое будущее мир. Ну, после 120, у каждого еврея есть, если так можно сказать, у него есть место, у него есть билет, у него есть место в будущем мире. Там Мишна потом приводит список, которые люди, которые, к сожалению, его могут потерять. И потом Мишна говорит, что есть 4 человека, которые не имеют места в 4, как минимум 4, или на самом деле есть другие. Есть 4 человека, у которых нет места в будущем мире. Нам интересно их легко запомнить. Там Аллаф, Бейс, Гиммл, Далат. Аллаф – это Ахитойфел, Бейс – это Белам, Гиммл – это Гейхази. Ахитойфел – это было во времена царя Давида, Белам – это наш Белам, Гейхази – это было во времена пророка Алиша, и доек, это тоже было во времена царя Давида. Каждый из них печально отличился. И Мишна говорит, что у них нет места в будущем мире. И Мойр объясняет почему. В интере говорят, подождите, Мишна говорит, что у всех евреев есть место в будущем мире. Список исключений, 4 исключения. Причем тут Белам? Белам не еврей. Как Белам попал в этот список? Мы, еще раз, Мишна никогда никому не обещали. Мишна говорила про евреев. Так, как он говорит, что поскольку Белам попросил все-таки хоть умереть евреем, так мы подумали, что он так и вымолен. Очень интересно. Поскольку Белам в нашей главе все-таки его просили хотя бы умереть евреем, мы подумали, что Мишна говорит, что его молитва была отвергнута, и он не получает место в будущем мире. Но вот этот момент, когда люди не хотят никогда об этом думать, люди хотят жить как попало, опять-таки, чтобы все долго жили, не хочется, конечно, об этом думать. Но Белам, Белам, даже Белам в этом хотел помолиться. Интересно, есть очень интересная история о бароне Ротшильда. На самом деле, Ротшильд это был, у них была семья, их начинается, по-моему, 200-1000 лет назад, у них была там большая семья, и дети, и правда, они все были очень богатые люди. Но был один барон Ротшильд, более такой знаменитый, он был более религиозный. То есть там целая история, кто был более-менее религиозный. на конце 19 века был такой барон Ротшильд, который был полностью религиозный, он все соблюдал, он огромное количество денег давал на вздоку, и его звали Шимон Шимон, Шимон Волф, он был главой тоже банка, и из целой книги написана его биография этого барона Ротшильда. Так, в одной из книгах была интересная история, что его банк, то есть были люди, было огромное количество людей, которые следили, чтобы в банке все бумаги были, ну, бухгалтерия, как говорится, что все были, случайно сюда мелочи, все описано, расписано, и вдруг пошли слухи, что там где-то что-то не то, где-то что-то не то, где-то что-то прячется, ну, конечно, органы сразу с этим делом занялись, и действительно оказалось, что есть какая-то комната, в которую барон Ротшильд никого не пускает. Ну, там, наверное, куча всего, да? И прислали к нему милиция, полиция, кого вы как это называете, и сказали, что вот мы слышали, что у вас какая-то такая комната есть, и я с разными словами, мы хотим посмотреть, что у вас происходит. Он сказал, да, вы правы, комната есть, но я туда никого не пускаю. А они, конечно, ничего не пускают. Он говорит, вы знаете, давайте я вам заплачу, я готов заплатить большую сумму денег, чтобы вам не надо было, давайте разойдемся. Вот они тебя действительно заподозрили что-то, значит, понимаете, он настолько, настолько пытается там что-то спрятать, что он хочет еще заплатить, он даже больше денег предлагал, но потом они сказали, слушайте, барон, или вы нас пустите, или мы просто взломаем дверь, ну, пока не надо, ладно, я смотрю, так хотите, я просто вам открою. Нам приводится, что они пришли с револьверами, они там переживали, что там будет, знаете, они... И он открывает дверь комнаты, они зашли в комнату, на стенах ничего, там нету ни мебель, ничего не было. Все стены покрашены в темно-синий цвет, и посредине комнаты стоит гроб. И возле этого гроба памятник, каменный памятник, на котором написано что-то по-еврейски. И они... Была минута молчания, конечно, это не то, что они ожидали там увидеть. И они спросили, а что там на этом камне написано? Скажу, там на еврейском просто написано мое имя. Что, по-моему, Шиман, если я не ошибаюсь, Шиман-Зев бен Калман. Это мое имя. У меня там не написано день рождения, день рождения, день смерти, не написано. Но это мое памятник. То есть я уже себе приготовил памятник. Чем позже, тем лучше. И они задали вопрос, так зачем вам эта комната? Он сказал, вы знаете, я весь день, я большой банкир, я встречаюсь с большими царями, королями, большими аристократами. И знаете, я человек простой. У меня тоже иногда в голове начинается, вот я такой, великий, могучий, у меня много денег и так далее. И я боюсь, что я забуду, где я нахожусь. Так я каждый день захожу в эту комнату на пару минут. Просто себе напомню, что Ротчельд, когда ты все, куда ты все идет, когда они ему спросили, почему мы не могли сразу знать о таком, я просто для себя это тихонько сделал, я не хотел, чтобы кто-то об этом узнал. Я пытался откупиться, не получилось. То есть барон Ротчельд, он жил, он мне просто думал умереть в еврейское кладбище. Кстати, тоже, это еврейское кладбище тоже важно. Здесь тоже проблемы и не дай бог люди пытаются кремировать или разные завещания оставлять. Это очень плохо. Не здесь время и место рассказывать, что кремация и все остальные нестандартные методы. Это очень плохо, это против алохии, это болезненно для самого мертвеца. Никто у мертвеца интервью не брал после кремации. Все подразумевают, что все равно, какая ему разница. Мне сложно задуматься, если кто-то кого-то знает, это надо всячески отговорить, что еврей, еврей, да, как бы еврей не жил, мы надеемся, что он будет жить тоже хорошо, но хотя бы похоронен он должен быть на еврейском кладбище. Тоже это очень важно, где он похоронен, на еврейском кладбище. Целый тоже написано, что это не все равно, это очень важно, где он похоронен, как он похоронен, похоронен по-еврейски. Но кроме всего этого, барон Ротшильд, он жил, как барон, не забывая, что когда-то ему придется отчет вести. Поэтому, когда он жил, он жил по-еврейски, не только собирался умереть по-еврейски, он собирался жить тоже по-еврейски, когда он делал свои деловые сделки, когда он с деньгами работал, он всегда помнил, что когда-то все это закончится тоже немножко не можем не такой веселый урок люди люди должны люди должны когда им когда мы до живем не только жить чтобы у нас были хорошие еврейские дети сам человек должен о себе думать опять-таки дай бог что у нас были хорошие резкие дети внуки тоже хорошо но обычно очень редко бываешь знать когда человек живет как попало скажем так очень редко он достойный что не были очень хорошие дети когда мы говорим утром брогу на тору начале сидора вы поможет не посмотреть благословение на touch нету благословение когда читать от каждого там мы говорим на учтение тор и написано что мы просим бога пожалуйста чтобы мы были мы и наши потомки улицу мы не просто можно наших потомка мы просимся чтобы мы просим все выше Jesus чтобы мы и наши потомки никто и даже добавлять и потомки потомка и потомки всего еврейского народа там очень длинная фраза мы все знали твое имя учили то первое потому что себя что очень тяжело когда отец семьи живет опять-таки даже скажу так как попал он говорит своим детям ну надо все соблюдать надо когда папа приходит пример простой пример из которого можно много выучить этого приходит с маленьким сыном синагогу папа со своими друзьями разговаривает а потом когда ребенок тихо 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 там же шторы читает ребенка вряд ли будет сушить своего отца и других аспектах иудеизма точно тоже то есть человек первый очень должен думать что так вот сейчас живет не только своих внуков переживать но я себе переживать чтобы он тоже жил этаке продолжаем молиться чтобы наши внуки тоже все соблюдали конечно на первую очередь честки должен думать о своей жизни как он живет и все пытаться с максимально соблюдать еще один момент наши же опять-таки в недельной главе в двух словах хочу сказать что всевышним он когда белом и пророчества он говорит что как красивы твои шатры яков тоже до знаменитая фраза тоже на все дуре есть мы когда все кругу приходим многие люди говорят матово аллеха яков как красивы твои шатры тоже интересно приводится что белом что там такие красивые шатры были белом увидел что когда шатры стоят что вход в один шатер и ход другой шатер специально так построить чтобы они не смотрели друг на другу причем интересно белом сказал что чтобы не увидеть что у другого в шатре я бы сказал что я так сделал чтобы не смотрели ко мне в шатер простом почему я делаю так же моё окно не смотрел на другое окно я не хочу чтобы не смотрели то что белом складе вам скажешь я не хочу нечаянно посмотреть чужой окно откуда он это знал потому что он пророк здесь такой момент мало рассматривается но есть запрет смотреть куда не надо в том смысле что смотреть кому-то смотреть читать уже и письма читать узнать какую-то информацию чисто случайно там кто-то у врача был он подслушал какой-то разговор разные исключения там действительно вопрос жизни и смерти на бытовом уровне рабей на гершем который жил более тысячи лет назад он знаменит что он сделал запрет многоженство он запретил знаменитый запрет обе на гершем запретил многоженство хэра бэ на герш так тот же сам рабе на гершем кстати запретил читать чужие письма он там на самом деле список другие не такие знаменитые многоженство все знают ашкеннадские евреи и многие сепатские не имея права иметь больше чем одну жену он же запретил читать чужие писем потому что с точки зрения тоже на самом деле тяжело это ну как бы я ничего не ворую я что я ворую если что-то какую-то вещь забрал я украл здесь просто посмотрел почитал грабей на гершем запретил это я с другие запретом вот это запрет читать забирать чужую информацию это очень неприятные моменты бар когда с сожалению это случается есть такая шутейная история в одной еще веришь и шивом он открывал считал письма своих ребят кто это мучится если бывают ситуации экстремальные ситуацию в целом это неправильно экстремальные ситуации который большой решивый должен мешать что открывает письмо юноша в тишине учится а там пишет юноша пишет кому-то что ты знаешь дорогой это сам я тут встречаю с девушкой и она мне нравится хорошая девушка например то что я на прошли я сейчас с другой девушка она мне тоже понравилось я думаю я на обеих женюсь а потом пишет решила ему темно в глазах ужас что вызывает два парня и все же происходит уже не знаешь рабель на гешев запретил на дожонство письма читать да это шутка конечно да еще раз я не говорю что можно многоженство не за эту тему но очень часто очень хочется посмотреть нечаянно краем глазом она же на столе лежит на самом деле даже ничего не надо трогать вот она на столе уже лежит просто посмотри а вдруг так белом обратил внимание что у евреев у них шатры были так построены чтобы не только чтобы на меня не смотрели чтобы я нечаянно не увидел то что не надо видеть и чтобы я нечаянно не узнал какую-то информацию бывает так почему часто неприятная информация которую лучше бы не надо было знать неважно опять таки если серьезный вопрос сказать действительно очень серьезный какой-то вопрос какой-то вопрос может какая-то болезнь может действительно вопрос неважно если серьезные вопросы кто-то должен что-то узнать надо посоветоваться бывает конечно бывают исключения когда человек может узнать когда родители хотят узнать что делать их не дети в свободное от учебы время да разные бывают моменты когда родители обязаны знать что их не дети делают когда до родины должны знать что какие ученики делают это очень Очень деликатный вопрос, который должен большой ревин решать, но в целом надо не забывать эти слова Матова, Аллаха, Яков. У нас 5 минут. Еще я хотел бы посвятить еврейскому календарю, не связанному с недельной главой, будущую субботу. Появление календарю на самом деле суббота это 17-я Томуза. В субботу мы не посадимся, пост будет в воскресенье. Но 17-я Томуза просто вспомнить, что в этом году мы не 17-го Томуза не посадимся, не 9-го не посадимся. Потому что действительно есть такое порочное, что когда придет Машех, все печальные дни не превратятся в праздники. Причем 17-я Томуза уже Арон сказал, что завтра будет праздник. Когда не сделали золотого тельца, не сделали золотого тельца на самом деле 16-го Томуза. 17-го Томуза, когда не сделали, Арон сказал, что завтра будет праздник. 17-го Томуза Мойша спустился с горы, разбил скрижаль. Это одна из причин, почему мы посадимся 17-го Томуза, что Мойша Робейну разбил скрижаль. Но интересно, что Арон сказал еврейскому народу, что завтра будет праздник. И Аризаль говорит, что слова Аарона просто так никуда не делись. Даст Бог, чтобы действительно 17-го Томуза действительно стал праздник. Пока что, на текущий момент моего урока, к сожалению, Нимашеха и Нимашеха еще не видим, поэтому надо знать, что есть пять, основных причин, почему мудрецы постановили поститься с 17-го Томуза, причем про это написано в Танахе. То есть это не более современное постановление мудрецов, это пророки уже постановили. Первое, что я упомянул, это что Моисей разбил скрижали именно с 17-го Томуза. Опять-таки, это не тот факт, что разбил скрижали, вот жалко, нам дали вторые скрижали. Но все, что мы потеряли, мы могли бы получить Тору с первого раза, это была бы другая Тора. Многие говорят, что это было совсем другое получение Тора, мы это все потеряли. Вторая причина, что римляне разрушили стену вокруг Иерусалима. Во времена второго храма это произошло с 17-го Томуза. Кстати, некоторые проводят параллель, что Моисей разбил эти каменные скрижали, поэтому римляне могли разбить эту каменную стену. Во времена первого храма это спор. Некоторые говорят, что это тоже случилось с 17-го Томуза, первый храм это успонно второй храм который ближе на к нам и который мы оплакиваем это случилось тоже 17 тому за кроме этого 18 тому за евреи перестали приносить же это приношение у них было ежедневное приношение томит тоже произошло стадии во вина второго храма они каждый день приносили двух барашков одного утром другого днем под вечер эти барашки скупляли грехи еврейского народа они перестали приносить то есть это был страшный момент то есть это искупление которое евреи получали перестала действовать два других момента это что было установлен идол в храме это во времена греческого от есть разное мнение самое такое классическое мнение что греки поставили идол храме и греческий греческий император сжег тору опять-таки есть разные мнения некоторые говорят что была та тора которая хранилась именно в храме у вас жена все эти вещи произошли 17 тому за немножко поближе к нам это просто совпадение но это интересно совпадение что 4 июля 1776 года в америке мы недавно отмечали у нас тут в америке 4 июля это был тоже 17 тому за многие разные свои мнения хотят привести почему америка америка где независимые соединенные штаты выпадают на 17 тому за опять-таки чтобы это не значит но это точно повод задуматься после того как мы задумались о всех остальных вещах еще раз то скрижали стена жертвоприношение идем в храме и с тора была сожжена интересно что хасам сойпер говорит все негативное и печальное хасам сойпер говорит он доказывает очень интересно что руд которым сегодня говорили с вами руд который кстати правнучка была ка и эглона так руд если вы посмотрите мигелат руд она со своей значит она снаемы пришла в израиль и написано что она пришла около пейсаха и потом она замуж вышла за база как как началась эта вся династия bass женится народ и потом его праздником конечно итоге был давид написано что бас на самом деле он женился на следующий утром не помню он у меня вот этот была ночь и она забеременела с этого началось так сам сойпер доказывает что бала бас женился народ это было 17 то есть ночь 17 тому за который с нас этому за тот день когда наоборот все было разрушено разрушена разрушена другой стороны день начала машина я с другой мы даже кстати который говоришь а сам день 9 а в котором участие недели будем и зашив сам тот день когда храм был разрушен этот день тоже габа родился машин сове говоришь 17 тому за тоже бааз женился народ это был смысл этому за ты себе всегда когда мы опять-таки эти дни печальные дни нам должны напомнить все наши ошибки мы должны раскаяться мы должны вспомнить как их справить но с другой стороны мы должны смотреть перед мы должны надеяться что с божьей помощью все печальные дни они станут еще раз еще раз праздниками ту стену которая мы нам разрушили мы удостоимся верить как она будет восстановлена действительно дать дай бог чтобы мы действительно удостоили чтобы все все эти пророчества которые если посмотрите пророков из очень много пророчеств хорошие пророчества что будет как она будет и все замечательно и если всевышний пообещал да тут написано кстати это тоже пророчество билана что всевышний он унишусь и вышли что-то он сказал так она и будет мы ждем дождемся наконец-то наши глаза мы это увидим и с божьей помощью мы видим как потомок потомок руд потомок царя давида действительно придет на шеях и мы увидим наш храм всего хорошего встречи встречи